Всем привет! Меня просили о косметике. Ну, блин, девочки, каждый раз в видео говорю, это мало смотрят. Мне не очень, скажем так, ну, кайфово, короче говоря. Да, косметики люблю, но снимать об этом не очень кайфово, потому что мало об этом смотрят. То есть, ты сел, время потратил, видео там обработал, загрузил, а по выхлопу, как бы, по результатам очень мало просмотров. И видео с низким рейтингом по просмотру, мало комментариев, там лайком, они рейтинг всего канала тоже занижают. Поэтому я такие видео не часто снимаю. Ну, немножко поболтаем. Про косметику сегодня вам расскажу, что у меня новенького получилось в уходе, какие-то средства, короче, мои новинки, то, что мне нравится, не нравится. Я вам сейчас все расскажу. Я заказывала Культ Бьюти Гуди Бэк за, что там, июнь месяц, да, вроде бы, в июне, 1 июня, где-то это было, и в конце, в последних числах мая, не помню уже. Но доставить-то я из себя это не могу. Я на российский адрес, короче, как у меня, возможно, справиться, лететь в Россию или кто-то ко мне прилетит. Я это вам покажу, сниму. Какая там косметика есть, что я заказывала. Из планирующих покупок вам хочу сказать, кто косметикой там интересуется. Я надыбывала то, что на Сифоре турецкой Наташи Динону пара палеток есть. Цена, кстати, не завышенная. Вообще, турецкая Сифора, она, вот я уход там, например, да, заказываю, она на 30% дороже, чем американская. В России тоже Сифора дороже. Ну, короче, вообще, это налог внутренней страны. Проще на Кульбитиком заказывать. И, короче говоря, Наташа Динона мини-палетку Стар, мини-стар или мини-голд, не помню. Вроде мини-стар, которая с зеленым там рефилом, блестящим, красивым. Хочу себе заказать здесь в турецкой Сифоре, попробуйте, она в наличии будет. У них очень часто на сайте есть косметика, типа, в корзину кидаешь, как заказывать, тебе пишут, что, ой, а этого нет, типа, на складе. Я, вот сейчас покажу заказ, у меня был с Сифоры, и, блин, 5 дней я ждала сбора заказа, прикиньте. То есть, 5 дней они искали этот там крем, если заказываю, бред вообще. А доставка была за одни сутки. То есть, они отдали в службу карго вообще в Турции, по Стамбулу, очень быстро работает. Можно утром заказать, вечером вообще получить. Это от товара и магазина зависит. Ну, короче говоря, ждала я неделю, доставка была один день на самом деле. По поводу средств каких-то, вот палетку хочу попробовать. Я в косметике холодная очень стала, мне особенно неинтересно сейчас, как-то запал, пропал теней. Вот большие, я хочу купить вообще Наташу Динону палетку Стар, старую, которая огромная за 200 баксов. Но я понимаю, что я все эти тени не измажу, блин, у меня есть другие тени. И, короче, вот поэтому мне не жалко денег на нее, но я понимаю, что логически она настолько долгие века, она, ну, блин, я не буду ей пользоваться так часто, как бы, сколько я в нее денег вожу. Ну, логика, то есть я не для обзоров каких-то, не там макияжа кому-то делаю, да. То есть для себя самую такую огромную палетку теней дорогих, ну, нафиг оно надо. Я знаю, что мини-палетки или маленьком формате вот эти пятерки Наташи, они не такого качества. Может, я все-таки у меня, знаете, вожжа под хост попадет, все-таки закажу. Ну, не знаю, посмотри, может, когда скидка, типа, на Культ Бьюти, когда-нибудь там на Наташу будет, тогда я закажу уже со скидкой, типа, ладно. Ну, короче, по факту не используйте тени, поэтому я их не заказываю особо. Ну, вот мини-стар попробую. Купила я, кстати, там у меня в заказе, это с Культ Бьюти, Визиарт попробую. Именно качество тени я покупаю по одной-две палетки разных брендов, чтобы качество почувствовать. Ну, Визиарт вообще считается одними из лучшими тенями в мире по качеству. Вот Наташку попробую. Еще у них и ретро есть скоро в продаже на Культ Бьюти. Будет тоже, я вот тебе оттуда закажу ретро палетку, тоже маленькая. Там розовые, коричневые оттенки, мне они подойдут, поэтому я хочу заказать чисто, вот, цвета мне подойдут на повседневку. Короче, я хочу найти сейчас палетку на повседневку, чтобы брать с собой, например, в дорогу, чтобы у ньют складка в холодных ценах желательно и какая-то блестяшка, и все. Остальное все у меня по косметике, в принципе, есть. Короче, наболтаем дальше. Что у меня тут по кубкам? Раз о декоративке заговорили, вот у меня тушь. Это не новинка никакая, она тысячу лет в продаже. Это Хелен Рубинштейн Лаш Квин. Черная тушь, которая как леопард раскрашена. Я ее просто недавно открыла, она у меня была где-то год уже купленная. Кисточка. Для пышных, хороших ресниц. Вот, смотрите, какая. Она очень реденькая, не слишком объемная, немного фибры какой-то дает, да? Короче, для пышных ресниц, как у меня, очень хорошо, классно прокрашивает. Я вообще скажу, что даже из люкса, это вот оттенок 01 Black у меня, это одна из таких тушек, которая меня удивила в приятном смысле. Бывает, покупаешь люкс, она ничем не лучше масс-маркета какого-нибудь. Скажу, что мои любимые это Lancome туши, самые любимые, всем не подходят. Из бюджета это Cabaret, это в золотой упаковке от Vivienne Sabo. И все, два вида у меня туши. Остальное тоже пробую, но мне ничего такого не зацепляло. Вот это та, которая зацепила. И, в принципе, я хочу повторить эту покупку, пока что мне нравится. Я что хочу отметить, что эта тушь, знаете, у меня вот в Lancome, например, да? Начинаешь сразу пользоваться, она очень много набирается на кисточку, жидкая еще такая, тебя мажет веко, когда красишься, или кисточки слишком пушистые. Короче, для меня лично проблема, что-нибудь там веко где-то замазать. Вот у этой кисточки лысенькой, ну, не очень объемной, идеальная, короче, средняя кисть здесь идет. Она так хорошо проходит через ресницы, ничего нигде не марается, нет вот этого желания. Ой, надо тушь недельки-две пораз, как сказать, попробовать, чтобы с воздухом поконтактировала, да? Раскрасить ее, размазать. Тогда она немножко подсыхает и лучше держит. Нет, вот это с первого раза, как открыла, сразу прямо идеально. Очень мне нравится. Она потрясающая, очень хорошо и удлиняет, и объем, короче, никаких комочков вообще нет. Честно, вот сейчас по ощущениям, я недолго пользуюсь, несколько раз пользовалась, но по ощущениям даже лучше, чем Lancome. Короче, я теперь понимаю, за что он своих бабок стоит денег, короче, не зря, не зря, очень мне понравилось. Просто покупка у меня была дезодоранта, мой любимый Виледо цитрусовый. Кто знает, где в Турции достать косметику Виледо, цитрусовый дезодорант, пожалуйста, киньте мне ссылку в комментарии, или напишите в письмо, на почту, или еще как-то, или просто где найти. Я вбивала Виледо, типа, в Гугле в Турцию купить. И крема какие-то есть, лосьоны там, шампунь можно найти по аптекам, или на там всяких хепси-бородах и все такое. Но, блин, в конце концов, нигде ни разу не видела я дезодоранта цитрусового своего. Только, блин, с России привозить, честное слово. Я купила Кристалл, знаете, это знаменитый, у меня ромашка и зеленый чай. Так себе, я купила, потому что только здесь всяких спиртов нет, вредности, это самый-самый такой безвредный, как Виледовский. Аромат зеленого чая такой, я не скажу, что он супер там что-то защищает, но так, короче, приятненький, из всего, что вокруг масс-маркета можно купить неплохое средство, короче, вот, посмотрите. Кто такое же любит, советую. Производство здесь Америка, короче, да, это американский покупала. В gratis, кстати, вроде бы продают, обычно в магазине, не надо где-то заказывать. Тоник для лица, вот мой из заказа Sephora. Это Марио Бодеско, алой и зеленый чай, и еще огурец. Здесь всего лишь 60 миллилитров, маленький расход, как видите, неплохой. Очень классный здесь распылитель, прям все лицо быстренько орошает, приятный, боже, это потрясающий тоник One Love. Ну, конечно, это маленький объем, там большого на сайте Sephora нет. Я, у них еще есть в большом объеме 150, вроде, миллилитров, какой-то другой аромат. Я его закажу все-таки, может, в эту переливать буду, чтобы спрей был. Там обычно бутылка тоника. Короче, очень крутой, никаких ни прыщей, ничего по нему, крем не ерзает, не раскатывается. Прекрасная, короче, такая увлажняющая, освежающая водичка. Тоник просто шик, очень клевый. Мне очень нравится, не зря, конечно, Марио Бодеско популярный такой. На сайте у них еще вроде крем какой-то был, для зоны вокруг глаз вроде бы, да. Не помню точно, но, в общем, не особо там большой выбор есть. Но вот это хороший тоник. Я с удовольствием еще повторю, но именно с алоем не буду повторять, потому что маленький объем. Я в большом объеме другого аромата куплю, попробую. Если будет такой же классный, замечательно. Ну и, собственно, почему я бы делала заказ в Sephora. Это вот такой крем, я вам уже показывала. Я его покупала в начале карантина, он в двух размерах есть, 25 мл и 50. Я уже купила большой 50, абсолютно одинаковая упаковка. Это Белив, это корейская косметика, The True Cream Aqua Bomb. 70% типа увлажнения и всего такого. Это для комбинированной смешанной кожи, с уклонной к высыпаниям и всему прочему. Так как лето, жара, у меня тут закупориваются очень сильно поры. И, короче говоря, это средство то, что мне неплохо так помогает. Этот крем просто идеален. Он лучше, он вроде бы как прозрачный такой, аква, да, это называется. То есть гелевый, типа, кажется, основой. Очень вкусно, приятно пахнет. Но на самом деле он немножко как водичка становится на лице. Это не то же самое, как я попробовала вообще все. Диор, Шанель, Живанши у меня был крема, который аквалиния такая легкая, чтобы там типа гелевые для жирной кожи на лето. Каждый год я покупала банку на лето такого крема. Результат вообще никакой. Не увлажнили ничего, прям вода просто на лице, вот честно. А вот этот крем, он мне очень просто хорошо подошел. Что могу сказать о нем? Он очень быстро впитывается классно, также превращается в воду на лице. Не закупоривают поры. Я им пользуюсь и днем, и вечером. И всегда ощущение свежести, у него приятный легкий аромат такой водянистый. Я покупала 25 мл в первый раз банку, чтобы попробовать, будет ли какая-то реакция аллергическая или нет. И он мне просто с первого раза, когда я нанесла, сразу поняла, это мое. Такое бывает редко, особенно в уходовых средствах. У меня так, это мое. Вы знаете, у меня уже 5 банок было. Ночной крем от Clorans, вот этот синий, мультиактив. Ну а для жирной комбинированной кожи вариант, не знаю, банок 5 я покупала. Я последние годы 4, на нем 5 лет на нем сижу. Банка у меня уходит на сезон где-то на 6-7-8 месяцев. Но я им не каждый раз пользуюсь. Сейчас вот летом я им пользуюсь через раз вечером, потому что когда забуду, иногда вот этот. Короче, этот более питательный, этот тоже на вечер подходит. Короче, два моих любимых крема. И у кого со мной кожа схожа, или кто склонен к высыпаниям каким-то, или проблемам с кожами, да, с кожами. Проблемой, когда есть какие-то проблемы, знаете, там, именно закупоривание пор. Я вам это советую. Это то и увлажняет, и питает, и при этом никакого вреда не наносит. Очень клевое средство. И немножко скажу про свой заказ из Сифоры. Потому что я делала заказ, и открываю коробку, а там в мешочке сифоровском, завернутая, ну, в бумажке, да, такую, какую-то там одежду покупать, тоже заворачивает так. Вот этот вот тоник и крем вот так. Ни одного какого-нибудь жалкого пробничка, ни одного тестера, ничегошеньки. Просто, черт побери, ноль. Вот в такой огромной коробке лежал лист А4 с заказом, распечатанная фактура, да, и просто два вот этих средства. Ладно, я понимаю, в Турции проблема с пробниками, когда ты покупаешь на кальсик где-нибудь, никогда ничего тебе не положат, никогда вообще не предложат. Очень редко в каких-то там, иногда в магазинах бывает. Но Сифора, алло, гараж, вы дороже на 30%, чем американская Сифора. Ну, разные позиции маркетов, да. Вы, черт побери, самый крупный продавец косметики здесь, нормальный такой, да, люксовый и всякой прочей, в Турции. Ну, как вам можно не положить какую-то сашеточку кремика или какой-то парфюм на пробу? Просто у меня не было слов. Когда я это увидела, какой-то плевок, наругательство. Я заказала не на маленькую сумму, просто фига. Когда в России я делаю заказ на золотом яблоке, например, там, не знаю, тысячи рублей уже бесплатная доставка. Здесь от полторы или от двух тысяч рублей, не помню. А двух тысяч рублей, 200 лир заказ, бесплатная доставка идет. Ну, короче говоря, и там тебе и какие-то там наклеечки, и какая-то акция, и сумочку пока кладут, и какой-то кремик там. От любой суммы что-то, какие-то ништяки. А если ты покупаешь, конечно, в клиентские дни, там и косметички, и косметика, все в подарок идет. Я просто поражаюсь. У меня вот, знаете, хочется ругаться и плакать. Я в Сифоре уже не первый раз заказы делаю на свою карточку сифоровскую. Хоть бы где какая-то скидка сраненькая была в 10%, как и обещается, баллы типа там накапливать. Я уже настолько напокупала, там уже давно прошли эти скидки, там что-то 5 заказов, либо там 500 баллов. Короче, у меня каждый раз на эти 500 баллов сифоровских заказов, блин, на 500 лир и больше. Но никогда мне никакой ни скидки, и даже вот просто после заказа ни сраненького какого-то пробника не положили. Ну, это просто как плевок в душу был, честное слово. Хотя до этого иногда какую-то с ошеточкой что-то клали, какую-то маску там для лица. Прошлый раз что-то Эрбориан какой-то мне клали, но челпопери мне было очень обидно и неприятно, короче. Я такая, эээ, и все, офигеть. Даже никакого письма типа спасибо за заказ, например, как Кейлз. Кейлз покупайте в Турции онлайн, девочки, даже не сомневайтесь. Они и пробников положат, у них постоянно какой-то промокод дня, когда вам в подарок какая-то миниатюрка чего-то идет, постоянно там. У них даже на сайте этих промокодов все пишется. Ну, блин, сраная сифора, вообще слов не было, ладно. Короче, пишите ваши комментарии, нравится ли вам видео о косметике, какие у вас обломы бываются онлайн заказами такими, ну, вообще просто с этими пробниками слов у меня нет. Ладно, скоро увидимся. Всем спасибо, всем пока.